Есть состояние женщины сексуальное, которым она притягивает. Есть энергетические, это стихия вода и гормон эстроген. Это то состояние, которое женщине помогает притянуть, соблазнить мужчин, зачать ребенка, притянуть свои желания, но не удержать, исключительно притянуть. И в такой позиции сексуальные, красивые женщины, они могут находиться долгое время просто в легких отношениях, либо быть просто любовницами. Ну в смысле любовницами, это не женой имеется в виду. И только когда мужчина чувствует, ощущает в женщине состояние стихии, если говорить земля, состояние хозяйки, состояние жены, гормон прогестерон, это состояние, которое помогает удержать мужчину, выносить ребенка, потому что зачать это еще не значит выносить. И это то состояние, которое в женщине включает энергию и желание создавать семейный очаг, создавать уют, готовить и так далее. Вот пока мужчина не почувствует, что эта женщина может создать уют и дать хороших, здоровых детей, он никогда не предложит ей замуж. Он может с ней быть 10 лет, но замуж никогда не предложит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Але ж Настя говорить про те, що вона планує навчитися, коли в тому з'явиться потреба. Зараз у неї є улюблена робота, у неї є проекти, вона заробляє, достатньо добре заробляє. Як же з цим бути? Вона дійсно, вона каже, немає для кого готувати, так? Та сама ситуація може у когось із вас, так? Ну я їх розумію, наприклад. Або їм все одно потрібно їсти стоять і варити той борщ і нашу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Неважно. Опять же возвращаемся к нашим флюидам одиночества. То есть мы живем очень часто по позиции иметь, быть. То есть если у меня будет муж, я тогда буду там хозяйкой и так далее. Так никогда не работает. Никогда. Вот работает наоборот. Быть, потом иметь. Сначала я включу в себе это состояние, сначала я стану такой, потом он придет в мою жизнь. Во Вселенной работает только так. И даже чисто психологический фактор. Пока мы не готовы, мы излучаем другой настрой. А мужчины, у них тоже есть подсознание, есть определенные вещи, которыми они нас читают, наши программки. И они все это считывают. По движениям, по запаху, по состоянию, по глазам. Абсолютно по всему. Дякую. Анна. Да, я абсолютно согласна. Ты готовишь? А? Ты готовишь? Когда я живу с мужчиной, да. Если я сама... Можно конкретизовать. В отношениях, да, конечно. Пять роков, Настя тоже готовила больше. Я тоже была вегетарианкой, но у меня нет проблем приготовить то, что ест он. На самом деле я на себе это прочувствовала. Ну вот, эволюцию всю, когда ты сама и только для себя. Или когда ты с мужчиной, ты его опекаешь этой всей заботой. Совершенно меняется энергетика и восприятие отношений. Они чувствуют на каком-то другом уровне. Они чувствуют. Более того, когда у женщины долго нет мужчин или отношений, как-то так случается, что все меньше и меньше мужчины обращают внимание. Ну или притягиваются. И есть такой парадокс. Как только появляется один, сразу начинает и второй, и третий появляться в нашей жизни. Потому что в нас это включается. Когда мы одни, это все выключается. Точно так же, как мужчина не может несчастную женщину сделать счастливой. Ты можешь тогда притянуть в состояние несчастья только такого же несчастного мужчину. То есть изначально стань счастливой, только тогда ты будешь счастлива в отношениях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok